Так, минутку, подождите, сейчас я тут приготовлюсь, вот так неожиданно, без предупреждения, естественно, что... Я пытался к вам дозвониться, Геннадия Тихоновича, по телефону, потому что не мог найти ваш скайп в интернете. Так, кто вы будете, называйтесь каждый раз. Извините, как? Как? Назовите себя, кто вы, откуда, что хотели? Я вахтанг, я сам грузин, но живу в Ирландии уже почти 20 лет. В Ирландии, вот где, далеко. Да, но я из Грузии, да, меня вахтанг зовут. Так, вы кто, грузин? Да, да, я грузин по национальности, православный, да. Православный, так, и что вы хотели? И как, в первую очередь, как вы нас узнали? Ну, я давно, давно уже смотрю ваши ролики по Ютьюбу, слушаю, прослушиваю все, анализирую, как бы. Ну, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Нет, конечно, да. Нет, я не против. Чтобы я знал, не было претензий. Так, и мы с вами хоть когда-то говорили по телефону? Никогда, никогда. Я пытался к вам дозвониться по телефону, но невозможно, просто гудки выходят, но, наверное, ну, никак, невозможно. Вы звоните срочно, вы никогда не алёкаете, а сразу говорите, я такой-то вахтанг, нахожусь в Ирландии, мы с вами разговаривали. Хорошо. Мне отвечать нельзя, хулиганьё звонят, и если я голос подал, они засыпают звонками, матерками. Нет, ну, я не из тех. Ну, да, хорошо. Я вас не вижу, кто это там, алёка это. А когда вы скажете, такой-то вахтанг пришёл, там, 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 то и понятно. Хорошо, я буду знать. Мы в Грузии были, в миссионерской поездке, у меня там крестник. Я видел ваши ролики, да. Наум Израиль, ещё он на грузинке женатый. А, кстати, можно спросить, вот этот отец, он где проповедует, он где, вот этот Наум? Где? В Тбилиси. В Тбилиси он большой храм построил только что. Ага. И он Тбилиси знает. Угу. Да, я смотрел ваши ролики вместе с ним, да. Да, он, он, такой, такой человек, можно довериться ему. Такой, конечно. А там храм, когда я приезжаю, он прямо сразу же меня выставляет на проповедь, и рядом женщина-перевозница стоит. У нас несколько роликов стоит, так. Один раз они нас удивили, мы проездом едем, но нам нужно скорее Турцию пройти туда. Но они нас не ждали. И мы только кончилось богослужение, вышли, а они нам в сумке там, и лавашу там, и сыру, и помидоров. Я говорю, отец, как они, что они, пришли с сумками на богослужение или когда? То есть, как только мы зашли у них, сразу побежали, все купили, приготовили, и мы выходим, они на нашу машину. Вот такой народ приветливый. Я ему говорю, вот, мы проехали от Владивостока до Лиссабона, и, ну, всякие страны-то. А как Грузия, у нас она называется благословенная Грузия. Ну, да, да, православная, люди православные, да, еще давно приняли православие, да. Так, слушаю теперь, что вы хотели? Вот у меня, у меня к вам такой вопрос, Игнатий Тихонович, как бы так ни показалось странно. Вот я не могу подобрать себе, как бы, у меня есть издание одно, я из Грузии. Я давно, кстати, не был в Грузии, почти уже 18 лет я не был в Грузии. Ну, когда я уехал в первый раз из Грузии, я с собой забрал такой Новый Завет, но он с токгольмского издания, на грузинском. Но я там читал вот ревью этих отцов из Грузии, там они как бы не доверяют этой книге. Она у меня здесь лежит, но она на грузинском. Я бы хотел, во-первых, спросить, вот как можно вот вашу книгу, я бы заказал, я купил эту Библию, вот какой книге лучше довериться, какому изданию, там, вот я вот, здесь в Ирландии невозможно достать никак. Синоданы, лучший, за всю историю, самый наилучший перевод. Четыре духовные академии переводили. Ну, у меня нету доступа, вот как можно вот эту, я бы с удовольствием, как бы, вот, потому что... Сейчас, как поговорим, я вам скину данные на все книги. Вот. А если далеко, там перевод сколько стоить будет, я покажу вам. Какие вам надо, вы сразу закажете, прям сразу же ответите. И мы уже на неделю вам пошлем. Только вы перешлете деньги, квиток покажете, я получу, и тогда... Ну, вот так вот. А потом, там написано, потом, когда получите, где фотографии с книгами в руках? А эта книга, эта книга, она издание, она чисто вы издавали ее, или как бы... Не книга, а три тома. Полное толкование Нового Завета по святым отцам. Это большая-большая работа была сделана. Только на откровение, три года, он теперь доктор богословия, в моем доме немец обратился. Православной церкви он. И он, вот что с первого века говорили святые отцы, все это выбрано. И опровержение современных сектантов. Это труд капитальнейший. Притом мы достали 230 иллюстраций Гюстава Доре, раскрасили сами. И раскрашены 240 листов с надписью «Какое место Библии?». Ну, то есть, по восьми параметрам такого издания не было. Ни в Восточной, ни в Западной церкви. Чтобы полностью весь Новый Завет с толкованием было. И каждый том, это три тома, 752 страницы, нет такого. Не было нигде, никогда. Это супер уникальное издание. Ну, как бы это три тома, это старый Ветхий Завет и Новый Завет. Это Библия, да? Нет, только Новый. Только Новый Завет толкования. Полное толкование Нового Завета. Каждая буква растолкована. Блаженов Эпилакта и по откровению по всем святым отцам. Это видели даже... Ему еще надо Библию полностью. Вам Библию, если надо полностью? Да, да, да. Здравствуйте. Тогда мы должны сходить в церковную лавку. Это издание Патриаршее. Да, да. Мне вот Библию тоже надо. Библию. Именно Библию. И ваши три тома я бы тоже так... Библию разная есть. Если есть такие Библии, едва руками поднимешь. Такие издания издали. А другая, она без инвестрации. Я как бы растерян, вот какую, где купить, потому что, чтобы не в заблуждении. Вот, например, вот это у меня... Именно Патриаршее издание, Синодальный перевод, 1876 года. Это самый лучший за всю мировую историю. Это не английский где-то, или немецкий. Один Мартин Лютер там с товарищем переводил. Четыре духовные академии. И представляли на рассмотрение Синоду. Уже два переводчика канонизированные. Это вы говорите о тех трех томах ваших, да? Нет, это я говорю о Библии, полной Библии. О переводе. Полная Библия. Вот это вот. Вот она у меня лежит здесь. Да, да. Ну, сейчас они выпустят, она зеленого цвета. Это мы можем купить ее буквально на неделе. Пойти в церковную лавку и купить. А как я могу ее получить из ваших рук? Я могу доплатить только. Если вам толкование надо, я сейчас данные дам о своих книгах. У меня 38 книг моих, мое издание вышло. И вы выберете, что и сразу ответите, что надо. И я вам тогда сообщу, сколько цена, и вы вышлете. Только не в евро. У вас там евро или доллары? У нас евро, да, евро, евро. Ну, там на евро будет указано. Тут перевод надо сделать по евро. Я это все пересчитаю. Покажу вам. А вы можете мне вместе с вот этот трехтомник, который вы говорите, это ваш трехтомник, то есть вместе с трехтомником вы лучше знаете, ну, самую лучшую Библию прислать тоже. Саму Библию. Библию, само собой. К трехтомнику нашего издания Новый Завет. Новый Завет. И Библию полную с Ветхим Заветом. И остальные книги я покажу, какие вам надо. Потому что иногда выписывают все книги. Вот в Испании. Они сразу выписывали все книги. Это 38 томов. Ну, а эту Библию вы знаете, да? Где можно купить самую такую, чтобы можно довериться. Ну, как бы, чтобы... Сто процентов довериться. По благословению Патриарха. Да, чтобы не читать там какие-то переводы, что-то. Чего-то нету, что-то есть. Да, у сектантов она укорочена на 11 книг. Они 11 книг выбросили. Ну, вот так. Да, вот поэтому вот я даже не знаю, что читать. Как бы в таком заблуждении, чтобы кто-то хотя бы наставил на дорогу. Потому что читаешь, читаешь. Мы сходим. Сходим. Я, может, даже в лавку сам схожу, посмотрю, какие там. Сейчас богато у нас. Разные-разные. Одна Библия продается на эти деньги. Я сейчас не знаю сколько. 38 тысяч, кажется, стоит. Такая книга. Там, ну, только показать ее. Шедевр изданный. Но это вам такая-то зачем она нужна? Там корочки такие толстые. Там гравюры, там все это. Не, ну, мне, чтобы чисто прочитать и прочитать. Все, все. Вы договорились. У вас какие-то вопросы есть? Давайте решайте, и все. А это я вам скину данные. Прямо сейчас сразу здесь ввезу. О книгах. И вы ответите, какие вам надо. Сколько стоит. Я вам сразу посчитаю. Да. У меня еще такой вопрос. Вот недавно. Вы принадлежите к зарубежной церкви, да? Православной. К русской православной зарубежной церкви. Как я понял. Да. Вот я недавно смотрел программу. Там есть такой историк. Спицын Евгений. Вы знаете, наверное, его? Евгений Спицын. Так он там что-то говорил, что, типа, вот, зарубежная русская православная церковь, ну, как бы, им нельзя доверять. Они во время вести с фашистами там строили эти церкви, там, что-то во время войны. Фашисты строили, фашисты храмы строили-то. Ну, тут даже можно что-то опровергать. А тут что опровергать-то? Фашисты строили-то. Нет, он говорил, что они как будто совместно работали вместе во время. Вот коммунистами здесь работали все время с коммунистами. Местная, которая патриархия-то. Все до одного архиерея ставленники КГБ были. До одного. И притом не как-то, а все опубликовано, данные, какие клички КГБ-вские. Вот, который был патриарх Алексеев Второй, у него кличка, это, Дроздов. Ну, псевдоним его. А вот он Михайлов. А что они сцепляются? Что они там где-то построили храм. И храм этот очень красивый, хороший. И они благодарность написали и Гитлеру. А тогда был митрополит Анастасий Грибановский. Что благодарим тебя, что храм открытый, и мы имеем свободу. Больше ничего не было. Какое сотрудничество-то? Поблагодарили. Меня тоже удивили. Ничего не было никогда. Нигде не было. Что были власовцы, они сами по себе действовали. Церковь ни при чем. Ведь понятно, что у них все отняли. Они думали, победа будет на той стороне. Они сильно пострадали. А церковь... А вот как сейчас признали акт о каноническом общении. Вот если вы зайдете на нашем канале, на ютубе-то. 3 февраля у нас тут богослужение было. И местный митрополит у нас служил. Митрополит. Он с себя крест снял. Наградной. Ты на брата моего надел. 3 февраля. У нас здесь вот служил. Деревню, которую мы строим, туда приезжают. То есть полное общение у нас. До этого не разрешали с ними служить. С московской патриархией-то. За этими много что счастливилось. А за зарубежными никогда ничего не было. Они там... Ну, какие там? Да сколько их? А здесь они старались жить хорошо и шли на все выступки. А там церковь свободная была. Ей ничего не навязывали. Я был в Нью-Йорке. Ездил там. В Доржан-Навлили какое-то время жил. В Сан-Франциско, Вашингтоне. В Сакраменто там ездить пришлось. Так что не было никакого. Никак. Храмы фашисты не строили. Смешно даже. Первый раз слышу такое. Ну, я тоже удивился. Он вроде бы мужик толковый такой, историк. Ну, не историк, это историк. Значит, заблуждение вводит других историк. Когда говорят, историк, это самая ненужная профессия. Историк, это просто бери книжку и считай. Историю он не творит. Творит тот, кто делает. Если бы он построил храм и собрал бы община была, тогда ему можно сказать, покажи веру без дел твоих. А я покажу из дел моих. Яков пишет. А что он покажет-то? Он сидел, считал, что другие написали-то. Какой это историк-то? Историки, что они читают древние книги, находят, там было написано. А так или не так, он не знает. Вот мы с вами разговариваем, друг друга видим. Я с бородой, вы без бороды. Это без подделки. Вы христианин, православный тем более. Бороду не надо задевать даже. Я вам материал о бороде скину. О бороде. Вы только считайте, что я его скидывать буду. И вот еще вот я бы хотел спросить. Вы как бы человек, много чего прошли, информирован тоже. Двумя словами как бы, или как бы. Вот какого вы мнения вот о нашем патриархе, вот Илья Второй? У меня фотографии есть. Мы с ним сфотографированы. Когда мы ездили тогда просто в гости туда. И мы у него были, он нас принял. Да, он прислушивается к народу. Он очень больной сейчас. Это отец Наумия. Да, больной. А тогда он здравый был. Мы вышли на балкон и сфотографировались. Что я могу сказать? Ничего я сказать не могу. Я с ним не был, не знаю. Говорю только со слов отца Наума. Он очень старый. У меня в нем только хорошее было. И когда он был председателем там в экуменизме где-то, монахи поднялись. Он сразу вышел оттуда. А эти не выходят. То есть его и сравнивать не надо. Он вышел сразу оттуда. Ну как бы так ходят слухи, как будто он тоже там сотрудничал. Ну да, отрицать не надо в советское время, конечно. Это даже проверять не надо. Все до одного епископа ставленники были через политбюро КГБ. Даже если бы не считал, не знаю, я знаю, ни одного нету. И кто говорит? Харчев. Председатель по религиозным культам при Совете Министров. Это никакая еще скрытая. У него своя была там какая-то псевдоним оперативный какой-то. Ну, кличка какая. Обязательно. Я вот проходил, когда у них. А после этого, после освобождения, я в КГБ написал, ну, кое-что расспросить, как. Когда я был у вас в разработке, то какая у меня была кличка? Они говорят, у вас не было, вы по своей фамилии шли. То есть они мне не могли найти кличку никакую. А другие я знаю где-то. А они там даже знакомый человек, хороший, как в Москве, грамотный. У него кличка была Клоун. Я узнал через КГБ. У меня не было клички, прямо говорит, никакой не было. И все, бумага пришла мне на печати, на бланке. Ну, получается, если уже кличка есть, то тогда уже человек завербован более-менее, да? Да, конечно. Они не будут указывать фамилию никогда. А прямо указывают такой-то, ну, кличка такая-то. А узнать можно, допустим, за рубежом. У нас сегодня выехали Михайлов, там и Дроздов. А теперь мы смотрим по календарю, кто выехал туда из епископов-то. Видно. Они сами дают отчет-то. Ну, и сравнивают, кто Михайлов, кто Дроздов. А теперь надо узнать, почему Дроздов. Оказывается, он диссертацию защищал о митрополите Филарете Дроздове. Ну, это там такое. И еще вот насчет крещения, вот, хочу спросить. Вот некоторые вот люди есть, да, вот у них есть дети, да. И у этих детей есть там по три, по четыре, по пять крестных там. Или даже больше иногда бывает. А зачем они? Вот я не знаю, вот родителям, если там сбредиться, там, еще одного человека, там, не знаю, там. Это обман один. Обман. Крестный – это второй отец, родитель. Он должен учить их. Родители должны ребенка приучить к тому, что это меня не будет, я умру, отец. Тебя это допоит, докормит. У меня крестники есть. А я влияния ни на одного не имею, ни на одного. Родители подрастают, когда они стараются его продвинуть, а со мной-то он куда? Он заглохнет, никуда не пойдет. Хотя закончит университет, все, но безобманно жить-то тебе какая должность-то будет? Каким менеджером, брокером ты не будешь? Самая лучшая специальность – это распахивать землю, скотину, то, что для рта. На втором месте – это текстильная промышленность, прикрыть тело, обувная там. А третье – это строительство, все. А остальные там вырезанные чашки в очередь стоят, кому что нальют. Дармоедство. Да, ну реально, вот зачем ребенку, например, пять или шесть крестников, я не могу понять. Ну, не будем говорить, этого нет. У православных нету только два. Два или один, или ни одного. Больше двух не бывает. Это у католиков. У них имена такие, ему, чтобы имя туда, пять имен одному, через черточку. У нас этого нет. Да, да, кстати, здесь в Ирландии по два имени у всех. Там Джон Пол, там еще там что-то. Ну, понятно. У нас так, если был Савл, то Савлом он уже больше не называется. Павел. Стал Павел. Все. Павлом теперь он в историю вошел. Апостол Павел – бывший гонитель Савл. Да, и еще вот как вы относитесь, например, вот это, наверное, вопрос такой часто задают вам. Но все равно. Вот вокруг здесь очень много католических церквей. В Ирландии вообще очень много. Вот я в деревне живу, в маленькой деревне есть два больших церкви. Есть протестантская и католическая. И вот можно ли туда заходить или перекреститься там? Вот некоторых я вижу, православных, они увидят там церкви на каждом шагу и крестятся. Католические церкви. Вот как думают? Католическая – это церковь со множеством заблуждений, крестовыми походами, инквизицией там. Но она церковь. У них сохранилась апостоличность, рукоположение. Это настоящая церковь со множествами ересей уже. Но она церковь. Можно зайти, помолиться, но ничего не принимать, там не участвовать ни в чем. Внутри храма не разговаривать. Пришел, встал где-то в уголок, помолился и все. Почему же нельзя-то? А протестанты – это не церковь, это еретики все. Еретики. Там делать нечего. Беседовать с ними можно, послушать можно, если на русском языке. Но лишний раз не ходи, если ты один некрепкий, тебя сразу увлекут туда. У них просто посты не надо, бритые тебе слова не скажут. То есть они живут вольно. Эти протестанты-то все смотришь, там кто-то, квакеры разные, и каких только нету. Вот разбери теперь, Маргарет Тэтчер как верила? Королева какая она? А вот сейчас Дональд, Трамп, какой веры? Показывают они, они все еретики. Да. Да, это так. Вот, Игнат Тихонович, вот, например, вот, если человек, ну, допустим, скажем так, вот, совершил самоубийство, да, человек, вот, например. Его могут вымолить, например, если вот родные там... Нет, 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 все, закрыто. А-то сейчас придумают молиться, их даже не хоронили на кладбище, а отдельно, где скотина. Потому что покаяния нету. Он посягнул на самое важное, что Бог дал жизнь. А-то бунт против Бога. Бывает, что... То есть невозможно молиться? Никакой молитвы, ничего нет. Но, если он был невменяемый, больной там где-то, тогда надо справку, тогда можно за него помолиться. А уж вымолить, то другое, такие вопросы ставить не надо. Да мы молимся. И сейчас совершенно не знаю, какой ответ. Мы просто не теряем чувство любви. У протестантов этого нет. А католики, те наоборот, разбили счастилище, там вот вылез уже из огня, там уже кружку взял, воды напился, то есть там... И все это за деньги. У них очень четко ясно. Если ты сблудил, то заплатить надо, допустим, 15 тысяч евро. А если с монашкой, то 40 тысяч. Ну, здесь такие вещи творятся, я вам скажу. Там в Ирландии, там это вот педофилия среди этих, как там, монахов. Даже говорить о той мерзости не надо. Да, да, да. Проходи мимо. Если можешь попрепятствовать, попрепятствуй. Надо держать, чтобы при тебе все было. Ребятишек нигде одних не оставлять. Вот показывает мусульманин. Он идет где-то там, поехали в отпуск. И она вся закрытая, у нее вот маленькие щелочки, глаза видит только. Вся как в мешке сидит. И он ее за руку держит и прошел. Дальше она при нем, у нее стопроцентная уверенность, что ничего не было. А русская одна, она поехала отдыхать в курорт. А там грузины. А грузины еще, хорошо. В кустах шабарщит всю ночь, хорошо. Ну, как бы, если на женщину, даже пускай мусульмане, это смотреть, даже пускай если на русскую, так посмотрят, как бы, как, не знаю, как на плоть. Это все равно грех с их стороны. Вот понимаете, дальше-то мы должны говорить. Вот когда у нас, вот вы видите, как у нас молятся, как женщины одеты. Вы видели? Да, да, видел ваши ролики, да. Когда они идут из церкви, наши сестры, а работают тут, дороги делают разные с юга, там, туркмены, узбеки, таджики. Они сразу не работают, говорят, наши сестры. Мы говорим, это православные. Нет, это наши. Они два платка одетые, платье до пол. Не одените, не приблизится там. А такая, которая русская идет, там, голая, он ее под задницу пинает и бьют, и что попало делают. В Германии, в Данию пришли, сколько изнасилований было. А наши сестры, она идет, как царица. И никто не прикоснется. Ну да, доля правды есть, да. Сама тоже провоцирует женщина все эти выходки, ну, со стороны мужчины, да. Когда одевается. Нельзя, значит нельзя, значит нельзя. Вопрос снятый. Надо жениться, женись. Вам видно, голуби летят у меня? Да, да, видно, да. Я знаю, вы разводите голубей, да, там, наверху. Да. Там у меня наверху и в деревне две голубятни. А, кстати, вы не бываете, да, по зимой в деревне не бываете? В деревне? То есть только лет. Да. В деревне. Зимой, зимой. Вот 10 июня я поеду в деревню к себе. До 10 октября. А вот там люди живут, да, ну, как бы, или тоже? У них скотина. Сейчас. Да, скотина, все держат. Мало там дворов 10, но все верующие. Школа, учителя верующие. Православная деревня, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, ни лгать. Вот 5 качеств первые. Тогда с ним разговаривать будут. Своими силами построиться, жить. Подписываться, что будет соблюдать правила. А правила, это там устав 40 пунктов. Курящих там даже не. Написано, в деревню кто заезжает, со всех сторон. На территории деревни курить запрещается. На территории. Да, я видел ваши ролики, я просмотрел много роликов, как там воров ловили, там было прикольно. Всяких там. Ну да, и детей тоже смотрел, как дети, ну, там стоят в строю, там кто-то в чем-то провинил. У нас 14500 роликов, ну что, тысяч. Такого большого канала нигде нету больше. Даже близко. У нас все снимается, и нам есть что показать конкретно. Вот это миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия. У нас все открыто, уже должно было виза. В Англию, в Ирландию должны были проехать. Масоны восстали Англии, меня не допустили туда. Заказали против меня масоны Англии специальную статью радиостанции «Свобода». Я вот вчера посмотрел, сколько на меня роликов в интернете. Примерно 220 роликов, которые против, высмеивают, там, всякие гадости говорят. Это означает что? Это означает, они видят дело, которое мы делаем, а они ничего не могут противостать. Ну, на меня как оно? Ну, они говорят, а я сел сейчас обедаю, мне это не мешает. Мне надо пойти погулять, я погулял. А они ничем не занимаются, только из моих роликов что-то вытаскивают, хохочут, переворачивают. Глупости. Это моя колокольня-то. Я говорю, а вы ходите, мочитесь на ее, бегаете вокруг. Ну, еще одна, собака потявкала, еще дальше-то. А караван идет своей дорогой. Да, караван идет своей дорогой. А вот этот мужик, который ведет, он как бы, он ведет лекции даже. Но мне что-то как-то немножко раздражает, он всегда, у него тоже в Ютьюбе очень много роликов, он лекции ведет насчет религии, он такой тоже знатный дядя. Но он постоянно в костюме, в галстуке, и брит им всегда постоянно. Осипов. Да, 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 Осипов. Он еще не говорит, даже... Вот как вы к нему относитесь? Потому что мне тоже странно, он постоянно... Как масон, как масон. Когда к семинарии даже близко не допускали, он профессором был. То есть он на 100% преданной власти. Тут даже гадать не надо. Ну я смотрю, там аудитория, сидят отцы, там бороды у всех, и слушают его, там зал полный. Это слушают, он преподает в академии. Преподает. То, что материалы есть. Он на благовестие не пойдет, нет. Вот как мы ездили из дома в дом, мы только вокруг нашего села 30 тысяч Евангелия раздали. Он это не будет раздавать. Он награду получает от президента. Это его ставленники, мирские. Мирской человек, да, он знает сказать, что говорит, и все переворачивает. Мучений там нету, не будет, и монахи там его книги сжигают. Ну да, вроде такой, да, он что-то знает, да, он такой толковый. Он знает, и бывает, что еще послушать. А потом подвернет так, но надо уверен, где. Вот Иоанн Креститий, Златоуст говорит, Христос воскрес, и никого в аде. Ну никого, это образное выражение киперболичное. А он, значит, все, ад был пустой. Да как, куда же Иуда делся? Куда Каин делся? Ну рассчитано на людей невежественных. Он перепортил десятки тысяч человек, которые в священники пришли. Вот они сейчас везде все и наворачивают. Крестить не хотят, мокрые ладошки по голове, и все, как католики. Человек должен... А вот отец Наум в Тбилиси построил. У него купель большая, и человек головой погружается. Вот как. А как он построил? В смысле построил он, как бы, он же... То есть, ну, кто строил, кто финансировал эту... Вот там они уже нашли, кто финансировал. А, хорошо. По благословению патриарха Ильи Второго, там он рядом. Он у него был порученцем. Какие-то церкви были в Армении, он туда ездил все. Отец Наум. И Наум Израиль. Ну, он сам еврей, да, он сам еврей, как я. Он еврей, чистопородный еврей. Он в моем доме обратился, стал христианином. Пришел в православие. То есть, еврей выкрест. Да. Он очень хороший. Трудолюбивый, страх Божий имеет. Внимательный, кровь. Ну, видно по человеку, да, что он такой... Конечно, видно. Жена у него грузинка, Нино. Ну, да. Сейчас я вам скину материал о бороде, о книгах. И вы сразу ответите. Если вопросов нет, будем расставаться. Да, да, да. Да, наверное, да. Ну, все тогда с Богом. Хорошо, спасибо большое тогда. Спасибо Радцу. А вы говорите спасибо, спаси Христос. Спаси Христос. О, вот это по христианству. А спасибо, это ничего не значит. Это язычество. Это язычники придумали. С Богом. Хорошо, хорошо. С Богом. С Богом. Удачи. Удачи. Да.